ДИКСОН 24 декабря 1990 года. Заполярный посёлок Диксон. 7 часов вечера по местному времени. В зеркальную установку вносится нарисованный на бумаге древний символ триединства. Прошлое, настоящее, будущее. То, что произошло дальше, стало для учёных полной неожиданностью. Вокруг зеркальной установки образовалось силовое поле. Это было поле страха. Человек приближался к зеркалам и сразу появлялся немотивированный страх. Шаг назад, страх исчезал. Сквозь эту пелену страха удалось пройти только в середине ночи следующего дня, 25 декабря. И снова неожиданность. Пространство внутри зеркал встретило исследователей необъяснимой вспышкой и свечением. Стрелка компаса вела себя как обезумевшая. А свидетели, бывшие в эти минуты на улице, рассказывали о странном северном сиянии, которое вдруг разгорелось над зданием, где шла работа с зеркалами. Но и этого мало. Как только внутри зеркал начинался эксперимент, над посёлком появлялся загадочный объект. Это был сверкающий диск, за которым тянулся длинный светящийся хвост. Таких наблюдений у нас 8. Когда минута с минуту начала и окончания работы в зеркалах Козырева сопровождалось появлением вот такого рода объектов. Как только работа прекращалась, диск исчезал. Оставался лишь тающий в атмосфере след. Загадочные явления объяснений не поддавались. Предположили, так на символ помещенной внутрь зеркальной установки среагировало информационное пространство Земли. Мы таинственность этих зеркал, если хотите, их перспективность, ещё и не открыли. Мы только подошли к ним. В этом фильме мы расскажем об уникальных экспериментах с зеркалами, которые проводят российские учёные. Эффекты, с которыми столкнулись исследователи, шокируют. Результаты поражают воображение. Этот день 212 года до нашей эры выжившим римлянам запомнился на всю жизнь. Сотни маленьких солнц вдруг загорелись на крепостной стене. Сначала они просто ослепили, но вскоре произошло невероятное. Бередовые римские корабли, подошедшие к сиракузам, один за другим начали вспыхивать, как факелы. Бегство римлян было паническим. А виновником всего этого был математик. Гениальный Архимед применил своё новое изобретение. Вогнутое зеркало, составленное из множества обычных зеркал. Сегодня подобные зеркала применяются довольно широко. В телескопах, солнечных нагревателях, солнечных электростанциях. Они способны концентрировать в одной точке огромную энергию. Световую и тепловую. Впрочем, маги всегда были убеждены, что вогнутые зеркала собирают в своём фокусе некий астральный свет, который пробуждает в человеке способность к ясновидению. Вот и вглядывались чародеи в гадательные чаши, ожидая появления чудесных картин. Прошлое, настоящее, будущее. Всё могло открыться их взору. Непостижимым образом заглядывал на сотни лет вперёд и Роджер Бекон. Ещё в 13 веке он предсказал изобретение микроскопа и телескопа, автомобиля и самолёта, кораблей, приводимых в действие моторами. За 200 лет до изобретения пороха он описал его состав и действия. Задолго до того, как это открыла наука, он уже знал о строении биологических клеток и процессе образования эмбриона. Откуда такие знания? Говорят, учёному монаху помогало какое-то таинственное зеркало. Упоминал о нём и сам Бекон. Я увидел в вогнутом зеркале звезду, имеющую форму улитки. Она расположена между пупом Пегаса, бюстом Андромеды и головой Кассиопей. Поразительно, но именно в этом месте Вселенной через четыре столетия будет обнаружена первая внегалактическая туманность, спиральная туманность Андромеды. Крупнейший учёный Средневековья стремился объединить физику и магию, медицину и этику, математику и мистические озарения. И, естественно, нажил себе массу врагов. И среди учёных, и среди церковников. История сохранила их обвинения. Например, такое. Он сделал два зеркала в Оксфордском университете. При помощи одного из них он мог в любое время суток зажечь свечу. В другом же вы могли видеть, чем занимаются люди в любом месте Земли. Экспериментируя с первым зеркалом, студенты потратили больше времени на воспламенение свеч, чем на изучение книг. Поэтому с общего согласия университета оба зеркала были разбиты. Что происходит с человеком под воздействием вогнутых зеркал? Как ему удаётся вырваться за пределы привычного мира? Увидеть недоступное обычному зрению? Похоже, что вогнутые зеркала – это особая психофизическая зона, которая активизирует у нас изменённое состояние сознания. В этих странных состояниях люди перестают реагировать на окружающую действительность. Их не отвлекают звуки, свет, движение, речь. Но это не сон, не обморок, не потеря сознания. Сознание в эти минуты не покидает человека. Оно продолжает активно работать, но в каком-то ином режиме. Непостижимым образом человеку становится доступна информация, которая никак не могла быть воспринята его органами чувств. Порой на него снисходят глубокие прозрения, необычайные откровения. Это, собственно говоря, резонансный настрой на определённую проблему. Если считается, что человек связан с мировым банком данных, то это и существует такая точка зрения. Он даёт запрос на определённое решение определённой проблемы, резонирует с этой системой и получает именно эти сведения. В подобное состояние с древних времён люди вводили себя намеренно, используя самые разные способы и техники, в том числе и зеркальные поверхности. Последние годы российские учёные экспериментально установили, это не выдумка и не самовнушение. Изменённые состояния сознания могут возникать под воздействием определённой конфигурации зеркал. Прежде всего, это вогнутые зеркала. Полагают, что они, фокусируя некие тонкие энергии, активизируют определённые зоны мозга и тем самым вводят сознание человека в особое состояние. Такие состояния нередко возникают у человека и спонтанно, непроизвольно. Видимо, природа позаботилась о том, чтобы у нас была возможность контакта с космическим разумом. И не исключено, что особую роль в этом играет форма человеческого черепа. Ведь это тоже своего рода вогнутое зеркало. Я предполагаю, что череп и ткани, окружающие череп, а также прилегающие изнутри к черепу, они могут играть роль резонаторов. Но что именно происходит внутри черепа в изменённых состояниях сознания? Через лабораторию Ольги Каюкиной прошли десятки людей со сверхспособностями. Экстрасенсы, ясновидящие, шаманы, священники. Мы обнаружили, да, активность мозга этих людей в значительной степени отличается от активности мозга у обычных людей. Современная аппаратура позволяет разглядеть, как работает мозг в различных состояниях сознания. Светлые точки на экране – это наиболее активные зоны мозга. В обычном состоянии картинка чем-то напоминает звёздное небо, по которому хаотично рассеяны звёздочки. Но при переходе сознания в особый режим работы звёздочки начинают скапливаться в виде густых облаков различной формы. Они выстраиваются в виде потоков, в виде своеобразных лучей, в виде своеобразных таких каналов концентрации, источников, направленных определённым образом. Это открытие российские учёные сделали первыми в мире. Предположили. А может, подобная мозговая активность не является причиной особых состояний сознания? И тут же возникла заманчивая идея. А нельзя ли активизировать определённые зоны мозга, изменив зеркальные свойства черепа, и тем самым разбудить у человека дремлющие сверхспособности? Судя по всему, эта идея не так уж нова. Странный обычай существовал с глубокой древности, причём на всех континентах. У детей искусственно деформировали черепа. Принято считать, что таким способом людей пытались сделать похожими на неких яйцеголовых богов. Возможно, на тех, чьи останки археологи то и дело обнаруживают в разных частях света. Предполагают, что у них намного сильнее были развиты интуиция, экстрасенсорные и телепатические способности. Может, именно поэтому древние египтяне, майя и другие народы так почитали обладателей удлинённых черепов? Подобные черепа археологи чаще всего обнаруживают в захоронениях вождей и жрецов. Кто знает, может, их головы деформировали специально, чтобы активизировать определённые зоны мозга и тем самым разбудить управителей сверхспособностей. Ясновидение, телепатический и гипнотический дар. Но может, того же эффекта можно достичь менее жестокими средствами? Взглянем на головные уборы духовенства и знати. Тиары, митры, короны. Есть мнение, что эти, казалось бы, нелепые металлические конструкции с драгоценными камнями предназначены не только для украшения, но и для особых, тайных целей. Перераспределяя энергию в человеческом мозге, они способны пробуждать у человека сверхвозможности. Знал ли об этом петербургский учёный Александр Барченко, сказать трудно. Но ещё до революции он проводил эксперименты по передаче мыслей на расстояние, используя для этого изобретённый им телепатический шлем. Специальную зеркальную конструкцию из разных металлов. Как вспоминали очевидцы, опыты Барченко давали ошеломляющие результаты. Телепатически переданные образы принимались правильно, почти в 100% случаев. Может, так и канули бы в лету эти эксперименты Барченко, если бы не события, которые произошли в Сибири через 80 лет. Новосибирские учёные также решили использовать вогнутые зеркала для активизации сверхспособностей. Но в фокус зеркал поместили уже не только голову, а всего человека. На эти эксперименты учёных вдохновили идеи советского астрофизика Козырева. Он предполагал наличие во Вселенной некого особого пространства, наполненного энергоинформационными потоками. Экспериментируя, учёный обнаружил, что эти потоки могут поглощаться, отражаться и даже фокусироваться. Причём наилучшим отражающим материалом оказался алюминий. Идеи Козырева были подхвачены новосибирскими учёными, которые создали специальные установки и назвали их «зеркалами Козырева». Мы в Новосибирске придумали, опираясь на Козырева, устройство в виде больших цилиндров, алюминиевых. Считали, что в алюминиевых цилиндрах вот это вот пространство отражается как-то, концентрируется. И такие зеркала мы условно назвали «зеркалами», но это условное название Козырева, сделали в Новосибирске. И вторую серию зеркал переместили на «Диксел». Были разработаны разные варианты таких зеркал. Вертикальные, горизонтальные, спиральные, с правой или левой закруткой. Их выбор зависит от задач эксперимента. А задачи, которые ставили перед собой новосибирские ученые, весьма необычны. Например, исследователи пытались обнаружить некие течения в информационном пространстве нашей планеты. Метод прост. Оператор, находясь в зеркале Козырева, должен мысленно посылать в пространство какую-либо информацию. Например, графический символ. А другие люди на больших расстояниях должны это послание принять. Мы бросали символ, как записку бросает в бутылку, да, мореплаватель. И пытались найти, где же он будет принят, кем будет принят, при каких условиях. Заранее был подготовлен так называемый образный конструктор из 77 знаков и символов различных культур и народов. За пять минут до начала передачи компьютер случайным образом выбирал из этого образного конструктора три либо пять символов. Эти символы отдавали человеку, который находился внутри зеркальной установки. Оттуда он должен был мысленно внедрить их в информационное поле.